Всем привет! 20 июня. Вы с Олегом Соскиным на моем первом канале. Обсудим тему. Я думаю, она сейчас будет выходить в такие темы основных трендов, мейнстримов. Причем будет очень серьезно влиять на создавшуюся ситуацию не только уже вокруг Российской Федерации Украины, но и в целом на Евразийскую, а может даже и на Мировую. Ну так на китайскую так точно. И вот с другой стороны Симоньян был одним из участников данной панели, своеобразным модератором, координатором путинско-такаевской модели. И я думаю, это было все неспроста сделано. То есть практически Токаева проверяли на такую, на, это называется, достигать момента истины с точки зрения лояльности. Есть такое еще народное выражение проверять на наличие, так сказать, в нем нехороших паразитических элементов. И надо сказать, что Симоньян и Путин очень-очень это классно сделали на очень таком высоком уровне. Потом появились всякие там эксперты, которые говорят, что Токаев там типа куда-то там засунул Путина и так далее. Путину интересовали главные вопросы. Токаев предан ему, Токаев благодарен, Токаев понимает правила поведения, Токаев ценит то, что сделано было лично Путиным, ну и Российской Федерации, лично для Казахстана, Путиным для Казахстана и лично для Токаева. Я думаю, что Токаев не прошел данного теста и фактически он был полностью верифицирован как враг Путина и Российской Федерации, Кремля и Москвы. Но теперь должны наступить соответствующие последствия. Итак, давайте прежде всего посмотрим вообще, что же такое Казахстан. Казахстана как такового вообще не было, то есть были какие-то кусочки там, то есть это было колониальное пространство в Российской империи в 20 веке. Ну были, конечно, были такой типа этнос казахи. Ну есть чукчи там, есть калмыки, там есть хантамансийцы вот в нынешней РФ, а это в Российской огромной империи были казахи. Если украинцев фактически считали, что их нету, об этом были малоросы, да, которые не имели, было так, венский указ, там, валуйский указ и так далее, не имеющие ни своего языка, они могли издавать свои книги и так далее. То что там уже говорить про казахов, если украинцев помножили на ноль. Поэтому, когда вышла книга Михновского «Самостийно Украина», это был как удар грома фактически. Причем вся эта социалистическая типа украинская и в том числе галычанская интеллигенция чуть там вообще как бы так перепугалась вместе с Драгомановой, ЛСУ, Украинка, Франко и всеми остальными же уж их трясло там, они не знали, что вообще может случиться. Вот, поэтому, ну а казахов там вообще говорить нечего было, потому что полная безграмотность, практически не было людей, которые бы имели эту грамотность и так далее. То есть кочевой образ жизни, поэтому реальность, это реальность, можно ее приукрашать. Я вот когда сейчас начал эту тему развивать, сразу у меня в ленте появились всякие там, так это, швондеры, шмонькины, шариковы, которые начали там с типа никами на какой-то манер там, восточный, да, начали мне там рассказывать и учить меня жизни. Ну это всегда так, значит правильно все делаю. Ну вот смотрите, давайте как бы поговорим о том, что было вот после того, как произошел вот этот большевистский переворот и был создан Советский Союз. В Советском Союзе как не было никакой казахской там этой самой республики, вообще ничего этого всего не было. Потом создали, в принципе, создали такую автономную типа республику. Все это делал Сталин. Вот, в 36-м году казахская АССР была казахская, называлась она Казахская АССР в 36-м. Ее перевиновали в Казахскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. И уже затем 5 декабря 36-го года была отделена от РСФСР и преобразована, то есть она входила в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Вот, и ее в конце 36-го года преобразовали уже в Казахскую ССР. Все это делал Сталин. Вот он решил, что это надо так действовать. Естественно, население там было очень-очень маленькое, там было их, они тоже прошли типа через Голодомор. В общем, где-то на 39-й год их насчитывалось казахов. Вот, были голод, были репрессии, многие там типа в Китай убежали, куда они там в Китай убежали, непонятно. Типа сотни тысяч бежали, ну так говорится, Михайлов, хроника Великого Джута. Великого Джута, почему Великого? Ну, во всяком случае, согласно переписи 39-го года, казахов в казахской АССР насчитывалось, ну уже в СССР, 2 миллиона 327 тысяч. Ну, во-первых, было не модно тогда называть себя казахом, потому что никаких преференций не было. А во-вторых, потому что именно называвшись русским, сразу можно было получить какие-то возможности для дальнейшего роста, ну и так далее. И потом типа была какая-то индустриализация и так далее. Вот, ну и к 91-му году на долю Казахстана приходилось 70% союзного производства свинца, цинка, титана, магния, олова, 90% фосфора, хрома, 60% серебра, молебдена. Вот, ну и началась там нефть, золото, уран начали добываться и так далее. Вот, но самое главное, что когда началась Вторая мировая война и Советский Союз был оккупирован гитлеровскими войсками, большая часть, перенесли в Казахстан 40 заводов и фабрик вместе с рабочей силой определенной. Вот это очень было важно. Ну и потом там все пошло, испытания и так далее, и так далее. То есть надо прямо говорить, что Казахстан был чрезвычайно отсталой, вот, скажем так, в 50-е и 60-е годы, очень отсталой какой-то территории, очень отсталой. Я помню, когда я был в Днепродзержинске, там, где Назарбаев учился, мне рассказывали, что их там где-то до 20 человек приехало, закончили там вот это училище, типа, там Назарбаев еще пару человек, все остальные просто не смогли его программу освоить. Поэтому, естественно, что, будем прямо говорить, что стартовал он как независимое государство, причем там же был очень интересный, звичайный конфликт, поскольку стал, был там, этот самый, Горбачев, вот, назначил Геннадия Колбина первым секретарем, он был Ульяновский обком, возглавлял, его назначили первым секретарем ЦК, это привело к, это был 1900, вот, 16-17 декабря 1986 года в Алмате произошел антиправительственный мятеж, студенты возникли там, возникали и так далее, потому что назначили Колбина, ну, он ничего был, он его подавил там, были, они исключены, кого-то даже кто-то погиб и так далее, и так далее, вот, кто-то был там, типа, приговорен к казням, вот, и в 89-м году, то есть 86-й, а 22-го июня стал уже непосредственно, вместо Колбина был Назарбаев. Ну, и видите, что произошло дальше, вот, он стал президентом и так далее, и так далее, и было им все это, у него было, 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 аж до 21-го года. И вот в 21-м году опять получилось, то было в 86-м, а тут в 21-м, а вон стал, мы смотрели, в 89-м, вот, получилась опять эта история с мятежом, причем очень мощным, и понадобилось, Такаев обратился к Путину непосредственно, чтобы были введены войска ОДКБ. Контингент военный был, как известно, в 21-м году, в конце, в начале 22-го года введен, в январе месяце, как раз у них там где-то на Рождество, где-то после Нового года сразу. Такаев был очень-очень растерян, напуган, он не мог его уже удержать. Алмату он бы потерял, понятно, если бы Путин не пришел ему на помощь, вместе с Лукашенко и другими членами ОДКБ, Армении, Киргизии, Таджикистаном. Ну и, короче говоря, вот такое произошло. Потом вывел, Такаев попросил вывести, Путин вывел, и вот началась вот эта вся такая тусня. И вот сейчас понадобилось Путину провести такую фильтрацию, такая, на что ж он как бы готов. А до этого Такаев уже себя позиционировал, как истовый такой китаец. Вот. И я думаю, это очень интересно будет нам определить. То есть, потому что, понимая ситуацию с Такаевым, мы сможем понять, что будет дальше. Итак, смотрите. То есть, Казахстан, фактически, я вам показал, то есть, государства как такового не существовало. Оно было просто вылеплено на самом деле. Сталиным, вот, создано Сталиным, и потом Коммунистической партией Советского Союза потихоньку-потихоньку структурировалось. Туда очень много было переселенцев отправлено, особенно с Украины. Потом Целина была при Хрущеве, опять миллионы туда украинцев были завезены. Ну, были и с России переселенцы и так далее, и так далее. То есть, вот, как таковых, видите, казахов там было чуть больше двух миллионов на начало сороковых годов. Ну, понятно, что до Швейзиадова года там и условий никаких не было для того, чтобы было какое-то там демографическое улучшение этой ситуации для казахов. Так вот, смотрите, и вот появляется Такаев. Откуда же он берется, да? То есть, вот, у него интересно, он так, Касым Жамар Такаев, да. Касым Жамар Таркаев. Вот, родился он 17 мая 1953 года в Алма-Ате. Вот, верный назывался этот город. Потом его сделали же столицей. Сталин его сделал и так далее. То есть, практически, как бы, он был никто и звать его были никак. Ну, отец его, Кемель Такаевич Такаев, 23-86 год, участник Великой Отечественной войны. Ну, типа, известный казахский писатель. Известный, неизвестный, не знает. Мать Тураб Шабарбаева, 31-2000 год, была в Алма-Атеском пединституте иностранных языков. Есть еще сестра Карлыга Кемелевна, вот, 56-го года. И вторая сестра 60-го года, Карлыгаш Кемелевна Такаева, вот, кандидат политических наук. Первая, она директор ТО «Абипетролем Капитал». Что интересного в нем? Ну, тут, типа, где он родился, тут говорится, что происходит из рода кушик племени Жалыр, старшего жуза. Вот такая, да, то есть у них родоплеменная система. Фактически, это общество родоплеменное, причем такие у них именно в племенах еще и какие-то, как бы, сообщества созданы, джузы. Ну, у него старший джуз, там есть младшие джузы. Короче, такое все родоплеменное, замкнутое, кланово, олигархическое, феодальное. Вот это все перемешано с социалистическими традициями и так далее. Ну, парню повезло, и вот он 1953 года, представляете, и в 1970 году поступил МГИМО в Москву. Вот, не шуточки, да, то есть он 1953 года, ему было 17 лет. Ну, чтобы поступить МГИМО в Москву, это как-то надо было очень сильно кому-то где-то как-то попробовать и прогнуться. Я вам так скажу, был я в этом МГИМО, там участвовал в конференциях в Советском Союзе и так далее. Я вам скажу, что это просто невероятно было. И уже на пятом курсе направили на полугодовую преддипломную практику посольство СССР в КНР, Китайской Народной Республики. Слышите? То есть в 1975 году поехал в Китай. Дальше взяли его в это министерство и был направлен на работу в посольство в Республике Сингапур. Да, на минуточку так, бац, в Сингапур, чтоб направили. В 1979 году возвращается, то есть парню 1953 года, в 1979 году, это ему было сколько, 60, 19, где-то 26 лет. И в 1983 году с аппарата МИД СССР его отправляют через 4 года на 10-месячную стажировку в Пекинский лингвистический институт. В 1984 году опять МИД СССР работает и был направлен в Пекин, где работал с 1985 года, или с какого, до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря-советника. И в 1991 году возвращается как раз уже распад Союза и в дипломатическую идет Академию МИД на курсы повышения квалификации. В 1992 назначен замминистра иностранных дел Республики Кадызстан. То есть начинается его, в 1993 становится первым замом, в 2004 уже целый министр Казахстана. И в 1999 становится зампремьер-министра. То есть практически и в 1999 году его уже делают премьер-министром. То есть пошел, пошел, пошел. Потом у него какие-то проблемы случились. Его отправляют в институт актуальный в первом году. МИД России там защищает диссертацию и так далее. То есть фактически начинается какая-то странная ситуация. И в 2007 году он опять появляется. И вот потом он еще работал в 5-м году с зоной Центральной Азии, Семипалатин. В 3-м году председательствовал на конференции. Вот, важно. В марте 2011 года генеральный секретарь объявил решение назначить Такаева, замгенерального секретаря ООН, гендиректором отделения ООН в Женеве. Представляете? Личным представителем генсекретаря ООН на конференции по разоружению. Вот. В 2013 году возвращается в Казахстан. То есть боевая очень сильная биография. Отлично подготовленный. Прекрасно. То есть просто супер. Парня вели. Парня вели с самого начала. Естественно, что отец был скорее всего в СМЕРШе. Естественно, был завербован. Это все признаки есть. Иначе сынок никак бы в Москву не попал с какого-то там захолустья. Практически это невозможно было. Я вам говорю как человек, который более-менее знает эту ситуацию, что парень после какой-то школы из Казахстана поступил в МГИМО в 70-м году. Ну, вы меня извините. Это практически невозможно. Я закончил среднюю школу в городе Киеве в 71-м году. Да? В семье рабочих был. Ну, я вам скажу, что это нереально. Да, после армии. То есть я работал на заводе, потом служил в армии. Да, я мог поступить в Патрисову Мумбу. Я в армии стал членом КПСС с кандидатом. То есть у меня были все возможности идти в Москву и поступать в Патрисову Мумбу, которую закончил Жириновский. Ну, я так не поступил. Я поехал в Киев и поступил в КГУ. А этот поступил по-другому. То есть понятно, что он был завербован КГБ. Это 100%. То есть он отец был, соответствующий уровень имел. Мать 100% тоже. И мальчик тоже. Естественно, что он кадровый разведчик КГБ был. Естественно, иначе бы он не мог продвигаться ни по этой никакой лестнице. Поэтому Путин с ним действовал, функционировал как со своим что? Коллегой, соратником, соответственно. И поддерживал как соратника. Ну, получилось так, что я думаю, что 100% что он дал согласие работать со спецорганами Китая. Но ему дали добро на это, потому как, ну, ничего не дать. В советское время надо было собирать информацию и так далее. Но что произошло сейчас, мы увидели в Петербурге. То есть Назарба, этот, боже мой, Такаев сделал выбор. То есть он предал КГБ и перешел полностью под патронат китайских спецслужб. Думая, что это ему даст возможность вот этого зонтика и сохранности. О том, что Такаев полностью избрал китайскую модель. Ну, человек абсолютно, он об этом заявлял. Он сказал, что эта модель очень хорошая, верификации. Надо везде камеры поставить, идентифицировать лица. То есть он ориентирован фактически превратить Казахстан в уйгурский автономный округ китайского коммунистического концлагера. Полностью. Он полностью лег под них. И то, что у него уже очень тесные отношения с Синдзепином. Как известно, в конце апреля приезжал министр обороны Китая. Представляете? То есть только произошел контрреволюция, только Путин ему обеспечил сохранность и все остальное. Он его уже сдал. Причем были уже у него переговоры с Синдзепином. И на сентябрь планируются уже фактические переговоры. Не помню, то ли он в Китай поедет, то ли Синдзепин к нему приедет в конце сентября. То есть будет полная смычка. Уже есть у них подписана стратегическая декларация. Декларация о стратегическом партнерстве и так далее, и так далее. То есть Такаев сделал свой выбор. Он и его группа, они полностью легли под Синдзепин. Но Синдзепин, естественно, тоже был агентом КГБ. Иначе бы он никуда не поднялся. Его папа был карибистом. Ну, еще тогда коминтерном завербованный, естественно, и сынок тоже. Иначе бы он никуда бы не продвинулся. То есть практически произошло предательство на таком колоссально высоком уровне в рамках мировой системы КГБ именно Синдзепина и, соответственно, Такаева. Если вы откроете основы геополитики Дугина, а я советую вам ее открывать, если вы хотите понимать ситуацию, то там четко прописано. Дугин говорит еще в начале 90-х, конце 80-х, ну, 90-х годов, что Северный Казахстан должен войти в Российскую Федерацию. Такаев сам себе подписал смертный приговор. Есть такая, как бы, ну, в Евангелии, кстати, когда господин отправляется там, ну, вступать в правление новым царством, он оставляет своих слуг. Одному дает там 10 таланов, второму 5 таланов, а одному 1. И те ему говорят, вот было 10, стало, говорит, я их удвоил, вот было 5, я их удвоил. Приходит тот, который один, он говорит, я знаю, что ты жестокий господин, что ты там сеешь, где собираешь, где не сеял, и жнешь, где не собирал и так далее. Вот, поэтому, говорит, вот твой талант, я его закопал в землю, я тебе его отдаю. Что делает господин? Он говорит, ну, я тебя буду твоими же словами и судить. То есть, ты знал, как я буду действовать, и не отдал его в рост никому. Поэтому, говорит, заберите у него этот талант, а его бросьте в тьму. Говорит, там, где стоит этот скрежет зубов, так сказать, и вой. Вот с Такаевым сейчас сделают то же самое. Потому что, что он сказал? Он сказал, понимаешь, дорогой Владимир, тут не могу я признать Луганскую и Донецкую эту сублимацией. По той причине, что если мы все начнем признавать, и твою Южную Осетию, и Абхазию, и он туда же записал Косово, и все остальное, говорит, ну, туда это будет полный беспредел. Теперь ему сделают что? Ему сделают Северный Казахстан. С куском какого-нибудь еще восточного. Может, еще с Алма-Атой вместе. Вот мы теперь будем с вами свидетелями этого интересного геополитического процесса. То есть сегодня, как бы уже понятно, что Казахстан, Такаев, не прошел этот экзамен на верификацию и на наличие паразитических в нем существ. Вот. И таким образом его будут сегодня делить на ноль. Множить будут на ноль. Множить на ноль будут. Множить. Ну, можно делить на ноль, можно ноль. Это что, в лоб шу-полбу, как я вам говорю, да, все равно ноль будет. То есть Такаев обречен. Такаев обречен, потому что это родоплеменное общество. Я вам показал, что как такового государства с какими-то истоками, с какими-то традициями не существует. Это все штучно созданные сублимации, суррогаты. Да, там очень много хороших людей, очень умных людей, разных национальностей. Но это котел. Это обыкновенный котел, который держали в определенном состоянии, в котором варилась определенная, так сказать, субстанция. Сейчас этот котел Путин перевернет. Или разрежет, расчленит, мы не знаем. Может, нам несколько кастрюлек его, жидкость эту, скорее всего, вот так я бы сказал. Поставит несколько кастрюлек и перельет в них варившееся вот это барьево. Вот, и мы увидим, что будет. Я думаю, будет полный абзац. То есть, сейчас в Казахстане, ну, Путин, исходя из его концепции, ну, не его, из Борского клуба, всех этих ребят, а он ее просто реализует, как своеобразный, так сказать, главный на этом фронте, он сейчас это все сделает очень быстро. Я думаю, добро получено. И Затулин это уже сказал. Там, правда, что-то прокрякал какой-то там, этот самый, с Единой Россией, что это провокация. Ну, долбон, молодой, не знает. Надо ему в портфолио Затулина было почитать. Я Затулин этого, слава богу, знаю еще с тех-тех периодов. Это мощнейшие. Ну, это фактически, это уровень вот этого верхушки изборского клуба. Поэтому сейчас они этого парня, конечно, какой-то он там член, там, руководство Единой России. Они ему быстро сейчас пилюлю вставят. Я думаю, в одно место, так сказать. Потому что на Затулин она ехать. Это надо быть полным, не знаю кем. Вот. И мы будем с вами сейчас... Вот эти глупости, какие-то эксперты долбанутые, называют себя экспертами. У нас тут тоже в Украине. Что это такое за Украину? Ну, не будьте такими долбодятлами. Ну, нельзя же так просто. Ну, просто это как, говорит, солнце садилось в болото, квакали лягушки, поднялась красная радуга, и дятел, как всегда, бился головой об дерево. Ну, нельзя такими долбодятлами быть. Вы что? Ну, базар фильтруйте, в конце концов. Ну, не столько тупорылых повылазило. Все эксперты, эксперты, эксперты. Ой, противно это все смотреть. Ну, ладно. Поэтому, мое мнение такое. Вот. Вы на канале Олега Игоревича. Поддержите канал. И, ну, не бойтесь. Там, если на вас даже кто-то начинает наезжать, с этого инкобанка и прочее, там, сдают вашу информацию, вы мне пишите, что кто, что, как, было ли вам какие-то угрозы, и прочее, прочее. Мы быстренько с этими, так сказать, долбодятлами, которые бьются головой об деревья, я думаю, это не проблема. Уже 40 лет разбираемся. Иных уж нет, а те далече. И с этими, так сказать, сможем даты раду. Поэтому, как говорится, не бойтесь. Поддерживайте Соскина. И вам будет хорошо. И Олегу Юрьевичу будет приятно. Так вот, смотрите, что я хочу сказать. И этот, как он, Монобанк тоже там. Это гибко, так сказать. Это же все его там. И дубилеты, и эти семья. Вот. И там еще там один есть, который. Фамилию все его забываю. Надо почитать его биографию. Там выскакивает она, да. Поэтому я думаю, следующую ситуацию, что будет очень весело сейчас. То есть сейчас будет Казахстан, начнется его развал, и от него начнет отделяться северный и восточный Казахстан. Ну, что-то присоединится там к Оренбургу, что-то там будет структурироваться как подобно Лугандонии, что-то еще будет, что-то там провозгласится в Алмайоте. Но будет интересно. Будет очень интересно. И в этой связи мы увидим с вами сразу, как начнет дергаться коммунистическо-отрядное существо под фамилией типа Синдзипин. Но, который является, я думаю, его жена Красный Воробей, она вторая, как у него известно, она так воспитана была, ему ее так подставили, все, там он, Синдзипин, отказался ехать в английское посольство, в Англию, а вот остался там в какой-то деревне, вот там его первым секретарем назначили. Ну, короче, начнется, так сказать, как этот называется, балет, да. Третий акт какого-то там балета. Ну, посмотрим. Вот я вам такой бы анализ первичный сделал. Давайте наблюдать. Будет это происходить очень быстро, буквально речь идет о неделях. Вы с Олегом Соскиным. До новых встреч. До новых встреч.